МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Извинения принесены. На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили инцидент в Чебоксарском аэропорту. Расширяем границы. Национальное телевидение начало вещание в спутнике. Первенство России по легкой атлетике вручили заслуженные награды. Еженедельное совещание членов правительства сегодня началось с объяснений. Напомню, на прошлой неделе Чебоксарский аэропорт попал в топы новостей после скандального видео с инвалидом. Известный спортсмен-паралимпиад Замир Шкахов отказался от помощи сотрудников аэропорта. В самой же воздушной гавани нет специального устройства для спуска людей с ограниченными возможностями и самолетов. Разбор полетов прошел сегодня в Доме правительства. Почему так получилось и главное, как избежать повторения таких ситуаций? В таком ключе обсудили проблему органов власти и представителей международного аэропорта Чебоксары. Основное требование спортсмена было подача технических специализированных средств посадки-высадки маломобильных пассажиров, инвалидов, грубо говоря. На сегодняшний момент в аэропорту Чебоксары нет и ранее не было никогда средств для подъема, посадки и высадки этих пассажиров. Мы как новые инвесторы пришли, мы знаем об этих проблемах. В планах приобретения амбутрапа у нас было и оно есть. Покупка амбутрапа была предписана еще казенному предприятию аэропорта Чебоксары на сентябре 2017 года. Новый инвестор, который работает в республике полгода, в курсе этого документа и собирался придерживаться плана закупок. Специальное устройство или амбулифт готовится под заказ в течение 120 дней и стоит он от 10 до 15 миллионов рублей. Это средство, которое в лучшем случае будет использовано раз в год, а может быть и не будет вообще. Мы понимаем, что оно технически будет не востребовано, но есть требования, мы его, конечно, будем приобретать. Кроме того, французский самолет АТР-72 не приспособлен для использования амбулифта. Его технические характеристики не совпадают с требованиями к подобным устройствам. Руслан Минаев также утверждает, что помощь спортсмену предлагали не грузчики. Команда людей, которые находятся в составе спасателей, у них есть допуски, эта служба сертифицирована, аттестована, и у этих людей есть заключение. Еще казенное предприятие их обучало, перед нами этих людей, как раз-таки для работы, посадки, высадки на воздушные судны. В субботу сотрудники аэропорта встретились с Займиром Шкаховым и принесли ему извинения, которые спортсмен принял. На совещании в Доме правительства обсудили и эпидемиологическую ситуацию в республике. Гриб сдает свои позиции. В Республиканском Минздраве отмечают, что ситуация стабилизировалась. Если в феврале на карантин закрыли сразу пять школ Чебоксар, то сейчас все учебные заведения Чувашия работают в штатном режиме. Число болеющих детей уменьшилось. За девятую неделю, то есть с 24 февраля по 3 марта 2017 года, зарегистрировано 6953 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. В том числе в городе Чебоксары 4653 случая, что составляет 67%. Но даже спокойная обстановка не дает повода расслабляться. Специалисты прогнозируют очередную волну эпидемии, которая придется на весну. Минздраве отмечают, что для борьбы с заболеванием необходимый запас препаратов в республике сформировали. Говорили на совещании еще об одном гриппе птичьем. В республике его готовы встретить во всеоружие. В ряде регионов страны уже подсчитывают потери от вируса. Гриппом птиц болели птицефабрики, где было умершлено сотни тысяч птиц. Поэтому болели еще птицы и в зоопарках, дикие птицы и домашние там. Были в восьми субъектах Российской Федерации. Поэтому нам нужно быть увеличенно остороженно, к госветслужбе обращаясь. На большинстве птицефабрик республики ужесточили пропускной режим. Чтобы не допустить несчастных случаев, ограничен въезд и установлены санитарно-защитные зоны. В случае регистрации таких подержа птиц и диких птиц, в том числе, нужно провести обязательно лабораторные исследования. Вирусологическая лаборатория у нас лаборатория имеет такие возможности. Дмитрий Ковалев, Татьяна Молокова и Сергей Адушкин. Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел ряд рабочих встреч в Москве. На встречу с президентом Деловой России Алексеем Репиком речь зашла о взаимодействии организации Деловая Россия, органов власти и бизнес-сообщества Чувашской Республики. Алексей Репик отметил, цитата, «Чувашия – это хороший пример того, когда наряду с деловым климатом улучшается качество работы систем здравоохранения и образования. Ведется работа по устранению цифрового неравенства». Плавание, танцы, изобразительное искусство – все больше услуг дополнительного образования предлагают столичные детские сады. Что в первую очередь интересно родителям и детям, и что в планах у педагогов на этот год, обсуждали на еженедельном совещании в столичной администрации. В 106 детских садах Чебоксара дошколята могут получить новые навыки. Направление формируют с учетом мнения родителей. Для этого проводят опросы и анкетирование. Наибольший спрос – на обучение плаванию. «На сегодня в городе функционирует 19 бассейнов и доходы дополнительных услуг в 2016 году составил около 2 миллионов рублей. Стоимость одного группового занятия составляет 100-150 рублей». Как отметил Дмитрий Захаров, все полученные средства направляют на улучшение условий в детских садах. «В 2017 году мы планируем, во-первых, охватить на 10% больше детей предоставляемыми услугами. И, во-вторых, предоставлять именно качественные услуги, потому что опрос показывает, что действительно есть некоторые пожелания, рекомендации, замечания со стороны родительской общественности. Около 11% респондентов сказали о том, что они только надовлетворительно оценивают. Для того, чтобы улучшить эту работу, мы будем, конечно, повышать качество предоставляемых услуг». И еще новости для родителей Дешкаля. От повышения среднего размера оплаты детского сада не скажутся на фактических платежах. Вот что сообщил министр образования республики Юрий Исаев. «Установленный размер остается прежним, как и в прошлом году. Мы увеличиваем средний размер платы на 5,6% больше. Соответственно, компенсация чуть больше будет для малообеспеченных детей». Иными словами, родители детсадовцев будут платить по-прежнему, а бюджет будет выделять большую сумму. Теперь компенсации будут рассчитывать так. 12-часовое посещение – 54 рубля 40 копеек. 10-часовое посещение – 44 рубля 50 копеек. Группа кратковременного пребывания – 17 рублей 30 копеек. Группа круглосуточного пребывания – 58 рублей 10 копеек. Напомним, размер компенсации зависит от среднего размера родительской платы и количества детей. Один ребенок – 20%, два ребенка – 50%, три и более – 70%. Реанимировать убитые дороги, провести генеральную уборку в стране и облагородить дворы – такая задача у трех новых проектов Общероссийского народного фронта. Подробнее в сюжете. Максимально привлечь россиян к решению проблем в стране. Этот принцип объединяет три новых проекта Общероссийского народного фронта. Первый – Дорожная инспекция ОНФ «Карты убитых дорог» позволяет каждому жителю страны сообщить о плохом участке дороги. Для этого нужно сфотографировать его, зарегистрироваться на сайте проекта дороги.онф.ру и следовать инструкции, выбрать город, отметить нужный участок на карте, приложить фото и кратко описать проблему. Из таких обращений и сложится виртуальная карта убитых дорог, которые власти должны будут взять на вооружение при планировании ремонта дорожной сети. У второго проекта «Генеральная уборка» тот же принцип – дать возможность сообщить о проблеме жителям, только направлено на незаконные свалки. По итогам прошлогоднего форума действий, Владимир Путин, лидер Руина, выступил с инициативой создания публичной интернет-карты, куда каждый желающий может зайти и указать данные о незаконном полигоне, незаконной свалке и оставить свое сообщение. С началом работы интерактивной карты свалок мы уже занесли четыре свалки. Что касается третьего проекта «Комфортная городская среда», то он будет состоять из двух блоков. Первый направлен на благоустройство дворов, второй – городских зон, парков, скверов. Из бюджета страны на это выделят 20 миллиардов рублей. Как и в предыдущих проектах, планируется, что жители сами должны решить, чего им не хватает – зеленых насаждений, детских площадок или освещения. Впрочем, в этом проекте механизм привлечения граждан пока прорабатывается. Вероятнее всего, это будет формат публичных обсуждений. Изменения в оплате общедомовых нужд вступили в силу еще в январе. Но вопросов у жильцов по-прежнему много. Руководство столичной администрации проводит разъяснительную работу с управляющими компаниями и населением. Цель – сделать процедуру начисления максимально прозрачной. Как получается в нашем сюжете. В январских квитанциях за услуги ЖКХ у многих горожан сумма платежа выросла по сравнению с декабрем прошлого года. Это связано с введением нормативов на ОДН. Раньше же расчет ввели по показаниям счетчиков. На изменения оперативно отреагировали в республиканских ведомствах. Разницу в сумме собственникам жилья должны вернуть. Чтобы вопросов было меньше, все муниципалитеты и управляющие компании получили рекомендации. На численную плату по каждому виду коммунального ресурса, а также сумму возврата рекомендовано указывать в платежных документах в разделе «Содержание жилого помещения». С обязательным указанием отдельными строками размера расходов на оплату каждого вида коммунального ресурса. Кроме этого, на оборотной стороне квитанции или на информационных стендах должен быть размещен шаблон с разъяснениями. Пока что это условие выполнили 4 управляющих компании «Чебоксар». 23 сформировали квитанции за февраль и сделали перерасчет ОДН. В столичной администрации организована горячая линия. На нее уже поступило более 300 обращений. Вмешивайтесь в каждую конкретную ситуацию по каждой конкретной управляющей организации, для того, чтобы не было таких ошибок, которые были до этого допущены. Срок в ближайшие недели, чтобы полностью поручения исполнить. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Национальный антитеррористический комитет в Чувашии провел учения. Об их результатах говорили на заседании оперативного штаба. Оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Чувашской республике проведен завершающий этап учения по пресечению условного террористического акта на объекте воздушного транспорта. Согласно замыслу учения, группа террористов захватила заложников в здании аэропорта города Чебоксары. В сложившейся обстановке оперативным штабом принято решение об условном проведении контртеррористической операции и введении на территории города особого правового режима. В ходе проведения учебной операции осуществлены незамедлительные меры по обеспечению безопасности населения. Спланирован и реализован комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и обезвреживанию вооруженных преступников. Действия подразделения группировки сил и средств получили положительную оценку руководства штаба. Поставленные цели учения достигнуты. 12 лет лишения свободы грозит бывшему заместителю начальника исправительной колонии номер 3 в Новочебоксарске. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и взяточничестве. По версии следствия, 16 февраля прошлого года, чтобы приукрать действительное положение дел, обвиняемый сокрыл факт причинения одним осужденным, отбывающим наказание в указанной колонии, другому – травмы глаза, которая квалифицируется как причинившая легкий вред здоровью. Угрожая созданием неблагоприятных условий отбывания наказания без законов на то оснований, сотрудник колонии потребовал от пострадавшего не обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном отношении него преступлении, а вместо этого принял от него объяснение, что повреждение глаза он получил по собственной невнимательности в результате падения. Кроме того, с апреля по август прошлого года сотрудник колонии получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 207 тысяч рублей от местного жителя за пронос на территорию указанного исправительного учреждения через контрольно-пропускной пункт и передачу еще одному осужденному для последующего сбыта среди других лиц, отбывающих там наказание, 174 сотовых телефонов. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу максимальное наказание по статье, по которой его обвиняют, 12 лет лишения свободы. Расширяем границы. Национальное телевидение и радио Чуваши начали тестовое вещание в «Спутнике», где теперь будут смотреть наши передачи и как настроить канал с уже узнаваемой желтой звездой. Подробности в следующем материале. Официальная дата выхода национального телевидения на «Спутник» – 8 марта. Но тестовая трансляция эфира началась задолго. Программы нашего канала уже доступны жителям других регионов. Для уроженцев республики это долгожданное событие. На нашу редакцию обрушился шквал звонков, электронных писем и видеороликов со словами «Благодарности». У нас регион Урал идет, в Кеменской области, в Увате. И вот я там смотрела концерт. Так неожиданно было, но, в общем, очень приятно. Это непередаваемое ощущение. Как будто своих родственников видела на родном языке. Такие песни, сами старые песни. Лет 40, наверное, прошло с тех пор, как я их не слушала тогда еще. Ну, непередаваемое ощущение вообще. Наконец у нас в республике появился Чувашский канал «Чуваш-7». И мы можем смотреть с утра до вечера наши любимые концерты, спектакли и узнавать, что происходит в нашей республике. Теперь национальное телевидение «Чуваши» доступно жителям всей республики, включая небольшие деревни и села и европейской части страны. Через спутник программы телеканала можно смотреть на территории от Калининграда до Тюменской области. Количество абонентов превышает 8 миллионов человек. Мы давно ждали этого события. И вот в преддверии 8 марта кажется, что прям подготовлен для нас праздник именно для женщин как подарок. У нас население нашего района, сейчас у нас как раз идут собрания граждан во всех поселениях. Они это сразу заметили. И с таким удовольствием и радостью с такой смотрят передачи национального телевидения. Потому что сейчас уже проще их смотреть стало. Ведь раньше у кого антенна «Триколор» была, они не могли сразу переключаться на передачу «Чуваши» на национальном телевидении. А сейчас вот они с удовольствием смотрят. Итак, национальное телевидение «Чуваши» вещает на спутниковой платформе «Триколор ТВ» на 823-й кнопке. Там же на 36-й позиции в списке радиопрограмм можно услышать и эфир национального радиочуваши. Настроить наши каналы просто. В разделе «Мастер настроек» необходимо выбрать оператора и настроить автоматический поиск. Список доступных телеканалов обновляется в течение 30 секунд. Вот наша небольшая инструкция. Национальная телерадиокомпания расширяет границы эфира. Одновременно расширяется и программная сетка. Зрителей ждет немало интересных проектов. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика. Просыпайтесь с национальной телерадиокомпанией «Чуваши». На нашем канале и на волнах Таванрадио стартовало новое утреннее шоу «Будильники» «Ирхи Салам». По будням с 7 до 8 утра ведущие будут обсуждать с интересными гостями актуальные темы, рассказывать о последних новостях, разыгрывать призы иными словами, создавать хорошее настроение. В прямом эфире телевидение. На волнах Таванрадио шоу продолжится до 10 часов. Сегодня впервые наше утреннее шоу «Ирхи Салам» вышло в прямой эфир на национальном телевидении «Чуваши». Тут же поступают отзывы положительные наших зрителей, поступают в социальных сетях, ВКонтакте очень активное обсуждение ведется. Все очень довольны, была проделана очень большая работа по подготовке. Все были задействованы и на радио, и на телевидении. Мы очень рады. Будем расти дальше, развиваться. Три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам шоу выходит на чувашском языке. Во вторник-четверг на русском. Просыпайтесь под наши будильники. Летом на Красной площади столицы появится новое колесо обозрения. Оно станет подарком горожанам ко дню города. Город на ладони новое колесо обозрения установят на Красной площади вместо предыдущего аттракциона. Диаметр колеса 55 метров. Чебоксарское око расположится между заливом и мостом, ведущим к монументу матери-покровительницы. Подрядчик выберут к началу апреля. Монтаж колеса должен быть произведен 3 августа 2017 года. И открытие намечено на 20 августа этого года. Прошедшие выходные в Маргаушском районе стартовала 16-я традиционная спартакиада работников органов государственной власти и местного самоуправления. Началась она, как всегда, с лыжных гонок. Заслуженная победа в эстафетной гонке. Радости нет предела. Участники и болельщики ликуют. Позади больше 10 километров трассы. Мокрый снег, крутые виражи и не менее сильные соперники. Второе место взяла команда Гостехнадзора. Замкнула тройку лидеров команда Министерства юстиции. Слаженная работа принесла свои плоды. Собственно, таким подходом сотрудники органов государственной власти руководствуются в своей каждодневной работе. Мы можем сказать, что большинство чиновников любят спорт, занимаются спортом и в ежедневном режиме привлекают массу людей, чтобы количество занимающихся у нас с каждым днем увеличилось. В этом году в лыжных гонках участвовали больше 50 команд. Помимо эстафеты состоялся вип-забег. Руководители министерств и ведомств сменили привычный строгий костюм на яркую и удобную одежду, а кейс – на лыжные палки. Чтобы проехать заветную дистанцию, многие заранее тренировались. Ведь без должной подготовки показать достойный результат практически невозможно. Глава Янтиковского сельского поселения занял первое место. Я хотел просто себя проверить и все на таком уровне. А так, первый старт у меня среди вип-забегов республики. Своим результатом я, конечно, доволен сегодня. Несмотря на капризную погоду, соревнования удалось провести на должном уровне. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Они доказали вновь, что их возможности безграничны. В Чувашии разыграли награды турнира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Кубки и медали победителям вручили в минувшие выходные. Соревнования по легкой атлетике в этом году дали старт новому паралимпийскому циклу. По итогам стартов в Новочебоксарске начнут формировать национальную команду для участия в весенних сборах в Кисловодске. Я занял первое место. Хороший результат. Мне здесь нравится. Как по-домашнему. За три дня разыграли 130 комплектов наград. В прыжках в длину, толкании ядра и легкоатлетических забегах. Паралимпийцы говорят, что в Чувашии соревнования по адаптивным видам спорта всегда проходят на высоком уровне. Нам всегда идут навстречу. Даже если у нас какие-то проблемы возникают, наши организаторские проблемы, естественно, ваша организация это решает в ближайшее оперативное время. То есть нету отказа, нету. Все прекрасно нас устраивает. Здесь манеж. Отличный манеж. Есть и зона разминки, и сама дорожка беговая. И сам манеж. Ну, достаточно классный. Здесь бежать круто. Здесь бежать можно быстро. Здесь классная дорожка. Так что соревнования здесь на уровне проходят. Неоднократно у нас были и в Чебоксарах на открытом стадионе олимпийские подобные мероприятия. Даже выше чемпионата России. Уровень, который, соревнования, которые проводят Чувашии по легкой атлетике, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, всегда традиционно высокий, профессиональный. И это дает нам возможность непосредственно развивать команду. Вас ждет еще полезная информация. Я с вами прощаюсь. Наши новости и программы на сайте НТРК21.ру. До свидания. Лучше голодай, да добрым семенем засевай. Так гласит старая добрая пословица. Так считают и специалисты компании СИДЭК. Семеноводческая компания на агропромышленном рынке уже более 20 лет. Перед тем, как семена поступают в продажу, они проходят проверку на всхожесть в собственной лаборатории, аккредитованной Министерством сельского хозяйства России. Семеноводство картофеля – одно из интенсивно развивающихся направлений работы компании. На опытных полях СИДЭК ежегодно проходит испытание более 200 сортов картофеля. Специалисты оценивают урожайность, скороспелость, устойчивость к болезням и вредителям, товарные качества. С 2008 года совместно с ведущими селекционерами страны компания СИДЭК начала создавать новые сорта. Это ажур, краса, лидер, маяк, взрывной и синегласка. Синегласка – сорт народной селекции, очень вкус у нее отличный. А буквально недавно был создан гурман – сорт картофеля с мякотью фиолетового цвета. Именно в ней содержатся столь полезные для нашего организма антиоксиданты. В этом году компания СИДЭК приняла участие в отраслевой выставке «Картофель 2017», где заслужила высокие оценки федеральных экспертов. Приобрести семена от компании СИДЭК можно в любом уголке страны, заказав их через интернет-магазин. Это одна из лучших семеноводческих компаний России, а может и мира. Счастливая часть тем, что она сама производит семена, в институте Российской Федерации занимается селекцией, семеноводством, и не только в одном месте, а в нескольких регионах Российской Федерации. Кроме того, они представлены практически в любом садовом магазине. Подробная информация о продукции и контакты компании СИДЭК на сайте www.sidec.ru Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова